Привет, танкисты! С вами 40 тонн. И как вы видите, карта степи, обычный рандом. И мы втроем с Валеричем и Хлебни Дизелечку, клан Улдскул. Тут замечательные покатушки, две арты, светляк, шестой уровень. Все было очень весело, но произошел курьезный случай, который вы сейчас увидите. Я думаю, это вам понравится обязательно. Посмотрите, вот у нас ВЗ-120, камера сохраненная, пожалуйста. Вот он получает, к сожалению, в лоб всего лишь на 185. Ну ладно, вот я тут приближал, отдаляю. Так, ищу цели, выбираю, что тут дальше будет. И вот сейчас пойдет интересное. Пойдет интересное, интересное, интересное. Вот я должен выполнить выстрел по ВЗ-шке. И посмотрите, что сейчас будет. Дело в том, что, посмотрите, овал, да, вот большая часть овала ложится туда, а меньшая часть сюда. Если снаряд отклонится и полетит куда-то, ну, дальше, да, будет перелет. Если снаряд полетит ближе, например, в крайнюю ближнюю точку, то смотрите. Овал ложится, вот стоит Е-50. Овал ложится дальше. Но, ведь вы же понимаете, что в эту точку снаряд прилетит не вертикально сверху, а под неким углом к земле, да. И если он прилетит сюда, то он с большим-большим трудом должен как-то перелететь башню Е-50 и, пожалуй, даже не перелетит. То есть, все-таки он заденет его по башне. Но мой снаряд летит по зеленой линии. По зеленой. И вот теперь смотрите, как происходит. Вы видите, куда поехал Е-50? И вот я стреляю. И он прекрасно в затылок башни получает снаряд. Я не понял сначала. То есть, понимаете, я когда стреляю, у меня внимание вот здесь сконцентрировано. То есть, я очень пристально смотрю в эту область. Я не вижу, что происходит там. И он вот так поехал, пока летел снаряд. Я вообще не понимал. Потом, ага, увидел. Все. И с таким сожалению... Вот, тут зацепил одну лишнюю букву. Тут на 200 метров. Ну, тут не 200 метров, естественно, а там сколько метров? И вот смотрите. То есть, я как раз... Ну, я немножко тут переборщил с цифрой. Это не важно. Свожусь, думаю, ну сейчас-то я исправлю свою ошибку. И вот так целюсь. И посмотрите, что происходит. Господи, это просто... Это просто жесть. Сейчас я отмотаю. Реально, смотрите, как это было. Вот. Убить союзник, да? И вот, просто реальное время. Без всяких задержек, без всяких пауз. Я... Ну, ладно, вот я чуть ускорю зарядку саму. Полоска зарядки. Идет, 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 идет. И вот, я зарядился. И вот, опять-таки, внимание вот сюда сфокусировано, сконцентрировано, да? Смотрите, еще раз. Жесть. Самое интересное, люди меня не забанили. Ведь система автобана работает. Вот, смотрите, я стреляю, и он едет. Да что ж такое? А снаряд еще и полетел ближе. Я так понял, недолет. То есть, оно куда-то сюда в гору летело. Ну, вот таким образом. То есть, ну, я боялся реально. То есть, видите, я стал вот таким вот голубеньким цветом противным, который не любят мужчины. Ну, а закончить хотелось бы это видео на оптимистичной ноте. Кто не знает историю моего канала, то начинался он с гайдов по арте. Ну, в принципе, это все знают. И вот выстрел, как говорится, по методу 40 тонн, по методу всяких там, которые гайды делают. Вот таким образом расположился наш прицел. Раньше у меня уже были такие выстрелы. Был похожий урок здесь же. И сейчас вы увидите, как проходит траектория. Происходит она, ну, проходит она вот так. Вот так. И вот так. И таким образом мы выполняем вот такой выстрел. Посмотрите. Прилетает снаряд. Ну-ка. Замедленно в два раза. И разрывается шаблон у Т110Е4. Ребят, желаю вам таких выстрелов. Желаю вам понимать пространственную геометрию. А с вами был 40 тонн. Надеюсь, вам понравилось. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok